Добро пожаловать на наше шоу Каждый год на этом фестивале собираются около 50 самых тяжелых групп Очень весело, очень прикольно Скажи мне, что сейчас с тобой происходит? У Мерсуфул Фейт вышел новый альбом Да, и он называется In The Shadows Мерсуфул Фейт вы соединились в составе с пятью оригинальными музыкантами И у вас новый барабаччик, все верно? Да, с новой шоу из группы Кен Даймонд Он поедет с нами в турне, да? Этот тур начинается 8 сентября на восточном побережье И мы начали репетировать за неделю до этого прямо здесь, в Нью-Йорке Поэтому мы довольно скоро приедем сюда А как долго ты не играл Мерсуфул Фейт? С апреля 85-го года, когда состоялся наш последний концерт Так что мы долгое время в плане новой музыки не работали вместе Но мы постоянно поддерживали контакт и всегда оставались хорошими друзьями Было немного непривычно начинать все сначала Потому что невозможно было предугадать реакцию на это воссоединение Когда мы начали аранжировать песни, разбирали песни друг друга на части И собирали их обратно Возникло такое чувство, что последний наш альбом, не нарушая клятву Мы записали всего за пару дней до объединения Мы понимали друг друга незамедлительно, и это было просто невероятно У меня вопрос такой Сейчас ты занимаешься Мерсуфул Фейт, но вместе с тем собираешься выпустить новый альбом Кен Даймонд Да, конечно Мы с Энди Ле Роком написали 11 песен для нового альбома Кен Даймонд Эти вещи аранжированы и готовы к записи Наш нью-йоркский адвокат собирается подписать контракт с мейджор-лейблом для Кен Даймонд Пока сейчас мы гастролируем с Мерсуфул Фейт Надеюсь, что нам удастся заключить крупную сделку для Кен Даймонд Еще до окончания гастроли в поддержку нового альбома Мерсуфул Фейт После чего я тут же отправлюсь прямо в студию и запишу альбом Кен Даймонд Когда ты записываешь или сочиняешь новые песни Бывает так, что какие-то песни идеально подходят для Кен Даймонд Или идеально подходят для Мерсуфул Фейт На самом деле нет Все новые песни Кен Даймонд были написаны еще до того, как мы начали рассматривать воссоединение Мерсуфул Фейт Не прошло и года, как мы все обдумали и сделали Так что все прошло довольно быстро и мы написали совершенно новые песни Когда я сочиняю новые песни Фейт, стараюсь держаться подальше от клавишных Хотя кто какую песню написал, определить довольно сложно Но в принципе я клавишными не злоупотребляю, потому что музыка Мерсуфул Фейт в большей степени ориентирована на гитару Сами песни прямолинейно энергичней Тогда как Кен Даймонд для создания определенного настроя используется абсолютно любой инструмент К тому же песни Кен Даймонд рассказывают свои истории Эта группа выпускает концептуальные альбомы Тогда как Мерсуфул Фейт сочиняют отдельные песни Грим будет другим, группа на концертах будет смотреться совершенно иначе Само шоу на сцене принципиально иное Потому что они такие, какими они должны быть И потом в Мерсуфул Фейт и много разных авторов песен А я пишу только 40% музыки А остальные ребята сочиняют все остальное А вот в Кен Даймонд я пишу 75% музыки и лирики Поэтому каждая из этих двух групп играет в своем стиле Плюс совершенно разные песенные аранжировки Как ты думаешь, сможет ли фанат, послушав новую песню Мерсуфул Фейт и новую песню Кен Даймонд Сразу заметить разницу? Да, я действительно мог бы это доказать Потому что многие подходили к нам и говорили Боже мой, эта песня по музыке точно такая же, как старые Мерсуфул Фейт Только вот записано все иначе И они рассчитывали, что по музыке это будет звучать как минимум Кен Даймонд и Мерсуфул Фейт в равных пропорциях Но, конечно, мне этого не хотелось Потому что для меня важно разделять две эти группы Потому что я считаю, что они очень разные Ну а сейчас мы позволим клип на песню Египет Не расскажешь нам что-нибудь об этом видео? Это очень прямолинейная и очень агрессивная песня от и до В лирике рассказывается о Египте Но также об астральном путешествии, когда человек выходит из своего тела И узнает, что когда-то он умер в Египте Он появляется перед судом в зале судебных заседаний Перед древним богом Египта Тебе пришлось почитать соответствующую литературу Для написания текста данной песни Да, конечно А потом герой моей песни узнает, что его вот-вот осудит За то, что он пошел тем или иным путем И он очень хочет понять, в каком направлении ему двигаться Но он также помнит, что его тело лежит дома И он должен вернуться в физическое тело до того, как проснется А если не успеет, то просто погибнет Сейчас я хочу поговорить о песне «Возвращение вампира» В которой у вас отметился специальный приглашенный барабанщик Да, это Ларс Улих из Металлики Он присоединился к нам на три дня в студии в Далласе Мы довольно давно дружим И мы много раз говорили о том, как бы нам поиграть вместе Те или иные песни Мерсвелл Фейт Может быть, просто в каком-нибудь баре, когда никто об этом не знал У Ларса было пять дней отпуска, пока Металлика были в Мехико А потом должны были поехать на Гавайи И когда они были там, Ларс мне позвонил и предложил поджимовать песни Мерсвелл Фейт в студии И посмотреть, может из-за этого что-то получится Мы вовсе не планировали что-то записать, а потом эту запись выпустить Ларс предложил немного порепетировать песню «Возвращение вампира» Что мы и сделали с его участием Это было просто невероятно, потому что у него совершенно уникальная манера исполнения И мы сами тоже многими научились, играя вместе Я думаю, что Ларс еще никогда в жизни свои барабаны так быстро не записывал Все было записано вживую, спонтанно, с отличным настроем Все получили удовольствие и сами этого не заметили Обычно мы так и собираемся, чтобы выпить несколько кружечек пива и так далее А тут за три дня Ларс выпил самое большее два пива И это показатель того, что все прошло очень естественно Наш вампир получил очень живое звучание и отличную аранжировку Мы все участвовали в написании новой аранжировки В итоге эта песня получилась очень тяжелой и настолько классной, что мы все подумали Было бы здорово выпустить ее на альбоме в качестве бонус-трека Тебя можно назвать настоящим ветераном металлической сцены Какие основные изменения произошли на этой сцене? Я почему спрашиваю? Потому что мне кажется, что в этом году рок почти умирает А металлическая сцена скукоживается Ну а ты как происходящее оцениваешь? Новый альбом «Fate» принимают просто потрясающе Настолько хорошо, что я подобного приема не видел за всю свою музыкальную карьеру Что касается попадания песен с нового альбома на радио Да, я частенько слышу песни «Египет» по радио Я никогда не мог себе такого представить Пошла мощная движуха, шумиха вокруг текущего турне Мы выступаем с Флоссом и Джетсом Одной из групп в первом отделении на яских концертах у нас будет группа «Anna Crucis» А «Caffedral» присоединятся к нам на остальной части турне В итоге получится подборка очень сильных групп Мы предвкушаем грядущие концерты, к тому же нас некоторое время не было на сцене Пока мы меняем звукозаписывающие лейблы и так далее И сейчас мы можем продвигать карьеру как Кен Даймонд, так и Мерсиво Фейт Согласно контракту И для нас это просто идеально Нас давно не было на сцене, поэтому так приятно почувствовать, как сильно фанаты по тебе скучали И теперь они к такой музыке готовы Ладно, говорю для всех, кто хочет знать У меня есть пара дат-концертов, потому что вы отправляетесь в турне Я знаю, что 8 сентября они будут играть в Олбани, штат Нью-Йорк А 9 сентября в Бостоне, 10-го в Бруклине, 11-го в Балтиморе А потом 20 сентября они будут в Климленде Ваши концертные планы на Хэллоуин, потому что вы можете себе представить, что это будет убойное шоу на Хэллоуин Нью-Йорк! Хэллоуин! Ну вот концерт Мерсиво Фейт на Хэллоуин Ты никогда не думал дать концерт два в одном? Две группы на одной сцене киндаем от Мерсиво Фейт? Или это слишком утомительно? Это круто! Как-то раз в своей карьере я дал два концерта за один вечер После чего зарёкся, этого никогда больше не делать Поэтому я в этом сомневаюсь Хорошо, тогда ждём два отдельных концерта Мы вернёмся на Хэдбэнгерс Болл, не отключайтесь А сейчас Король расскажет нам о новом альбоме Мерсиво Фейт Да, расскажу И он называется Возвращение вампира Альбом Мерсиво Фейт выходит в начале июня Это сборник очень старых песен, но записанных в прекрасном качестве Эти песни мы записали ещё до того, как заключили контракт с Лейблом И этот альбом выходит сейчас Я знаю, что есть много тех, кто хочет эти песни услышать Определённые песни, например, тему «Сжигай крест», которая идёт почти 9 минут И одну имену с альбомом песни «Возвращение вампира», которая никогда раньше не была на альбоме На этом альбоме множество других песен в разных версиях, с разными текстами Песни, которые потом были записаны и выпущены на других альбомах Например, есть такая песня, как «Смертельный поцелуй», которая потом превратилась в тему «Опасная встреча» Но на данном альбоме она с другой лирикой, с другими рифами На самом деле очень интересно Ой, это правда интересно Получается, что «Мерсвелл Фэйт» выпустит ещё один альбом, или что? Не, я бы не сказал, но всё возможно, я не знаю Может быть, когда-нибудь, если мы столкнёмся друг с другом Или все захотят дать концерт Но на полное воссоединение «Мерсвелл Фэйт» не стоит рассчитывать Окей, понятно А что сейчас творится с группой «Киндаймонд»? На данный момент «Киндаймонд» отработали старый контракт с лейблом Roadrunner Records Мы расторгли этот контракт и сейчас готовимся к подписанию контракта с мейджором Этот вопрос прорабатывает для нас несколько очень хороших юристов Они начали работу всего неделю назад, и мы надеемся увидеть прекрасные результаты уже в ближайшее время И как только мы подпишем контракт, затем отправимся в студию в Далласе и запишем следующий альбом «Киндаймонд» Весь материал уже написан, у нас готово около 11 песен Наш новый альбом будет называться «Паучины колыбельные» О, мне нравится Значит, всё будет происходить в Далласе? Да, мы будем записываться в Далласе А почему именно Даллас? Соседний город и ваша новая база, да? Да, недалеко от моей новой базы Сейчас я живу в Далласе, и я перебрался в Штаты И 14 марта я на постоянку живу в Далласе И именно в этом городе мы будем записываться Я не поеду в Европу записываться, музыканты моей группы приедут ко мне Ребята, он стал настоящим техасцем, понимаете? У него клёвые сапоги А, не, не, не клёвые Кто сейчас играет в группе «Киндаймонд»? Тот же состав или есть новички? Сейчас в группе играет Энди Лярук, который играет «Киндаймонд» с момента образования И он до сих пор с нами Он соавтор песен У нас барабанщик с новой шоу, который какое-то время уже играет с нами В группе два новых музыканта Гитарист Майк Уитт, он родом из Стокгольма, Швеция А басисты зовут Шарли Д'Анджело Это два новых парня Сейчас в нашей группе играют одни шведы, кроме меня И я родом из Каппинагогена, Дания Вау, ребята, он из Далласа С недавних пор, да Окей, это круто Итак, альбом «Фэйт» выйдет 1 июня Концерты давать не планируете? Не в поддержку этого альбома «Мерсово Фэйт» Мы могли бы поехать как группа «Киндаймонд» Ведь на концертах мы всегда играем песни «Мерсово Фэйт» Причём мы делали это с начала нашей карьеры Мы всегда будем играть одну фэйтовскую песню А именно приходить на шабаш, полной версии А затем мы играем по пури подборку из таких песен, как «Сатан's Fall», «A Dangerous Meeting», «Evil» и много других вещей И, скорее всего, мы выберем одну или две песни с этого нового альбома Когда он выйдет сейчас? Так как публика эти песни раньше не слышала Например, «You're Asking For It», «Burning the Cross» и «Return of the Lampire» Нового материала хватает Но на самом деле много старых песен, новой версии И много новых песен Интервью хорошее, я вот тут топчусь на месте Я в центре А этот парень, который балансирует в кадре Окей, какими будут грядущие концерты в лане вашего шоу на сцене? Шоу на сцене? Ну, сначала нам надо записать новый альбом И я надеюсь, что он когда-нибудь выйдет И какова же будет тема вашего нового альбома? За последнее время мы записали довольно много концептуальных альбомов Но новая пластинка «King Diamond» не будет концептуальной В неё войдут три песни, которые образуют короткую историю Одноимённая с альбомом песня «Паучийная колыбельная» Потом вторая тема — это маленькая трилогия Вторая называется «Лекарство Истмана» А третья — комната номер 17 Это песня о пауке Вот такая мерзкая подборка Остальные песни этого альбома — это отдельные темы Такие как «Six feet under» «From the other side» и «Poltergeist» Я не хотел выпускать ещё один концептуальный альбом на данном этапе Потому что у меня достаточно концепции для книги, которую я начал писать О, милая книга Эксклюзивная Вы узнали об этом первыми Это история двух моих альбомов «Взаима конспираси» Сейчас она превращается в книгу, и работа продвигается довольно хорошо Те, кто читал отрывки, хотят прочесть продолжение Я пишу предысторию событий, разворачивающихся на этих двух альбомах Возвращаясь сначала Поэтому вы узнаете много чего нового, как «Умер дедушка» и все остальные странные вещи О, клёво! Мою историю вложено множество событий Твоя книга уже как-то называется? Я мог бы назвать свою книгу по названию альбомов «Либо они, либо заговор» Но как только всё будет написано, моя книга будет называться «Бабушка» И я собираюсь попытаться, если выкрою время, всё дописать в 92-м году Может быть, в начале 93-го А затем, если всё получится и читателям понравится, которые прочитали моё творение в качестве теста Так вот, потом я пойду к крупным издателям и посмотрю, что они скажут Вот почему я сказал, что, возможно, когда-нибудь вы это увидите Фильм по альбому «Конспираси» Книга, фильм, телесериал Человек, миф Главное, что я наконец-то начал над этим работать Отлично, это круто Вот о чём я хотел узнать обо всех сценических эффектах Но, видимо, не судьба Это прикольнее, чем всё, что мы делаем, а мы ненавидим друг друга Но все эти эффекты по дорожку Я так понимаю, что вы хотите увидеть настоящий сценический эффект, да? Да, я хочу понять, как это делается Вы хотите увидеть настоящие шрамы, настоящую кровь Вот что вы хотите увидеть Да, потому что сам-то я не верю, что они там вытворяют на сцене Это всего лишь реквизит Да, всё в порядке, но очень круто Это настоящий нож А я подумал, что это муляжные ножи, разве нет? Всё по-настоящему Настоящая кровь А это настоящий нож Вау! Всё по-настоящему? О, чувак, всё по-настоящему Всё по-настоящему Ладно, дайте мне это чем-то вытереть А то крови слишком много Дайте чем-то утереться Нет! Ладно, признаю, это было реально Это реально прямо здесь, посмотрите на это крупным планом Всё по-настоящему Вот тот ещё след остался Мы почти остановили кровотечение сейчас Только пришлось и строить несколько бумажных салфеток Да, но кровотечение было довольно сильным Ты же не страдаешь гемофилией или чем-то в этом роде, верно? Хотелось бы, чтобы всё было хорошо Да, сейчас уже всё в порядке Мне кажется, это было нечто нечеловеческое Это обязательное условие, на самом деле Да, хорошо, давайте покажем адрес фан-клуба Киндаймонд Ковен Адрес, индекс 359 Элмендорф, Техас, 78112-0359 Это всё, что в моих силах, но он не умеет читать Заткнись, чувак! Не рассказывай нашим зрителям! Итак, давайте подведём итог У нас есть новый альбом Эрсвелл Фейт Песни старые, но вы их реально не слышали В новом оформлении Совершенно новое оформление, верно? Альбом выходит 1 июня, всё так? Ориентировочно в начале июня Хорошо, и в группе Киндаймонд новые музыканты, да? И новый альбом, который выйдет осенью, верно? И книга? И книга? Всё верно У короля дело не в проворот Ну, я стараюсь не прохлаждаться Никаких литературных негров, ты всё пишешь сам Всё верно? Именно Может, ты нас научишь? Я не умею читать Ну ладно, что там дальше? Новый альбом Киндаймонд, как он будет называться? Паучина Колыбельная The Spider's Lullaby Не концептуальный альбом, но есть три концептуальные песни А остальные это свободная импровизация Так что ищите в продаже Приятно было повидаться, Алмазный король Большое спасибо, приятно было пообщаться Да, здорово Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин